Всем привет, с вами Неделя Футбола и сегодня поговорим об очередной выходке Романа Широкова, о возвращении футбола сборных, о проблемах Воронежского факела и о многом-многом другом. Обязательно поставьте этому ролику лайк, подпишитесь на канал и после просмотра напишите в комментарии свое мнение по всем этим событиям. Поехали! Стартуем сегодня с максимально неприятной истории о безнаказанности, которая обязательно влечет за собой вседозволенность и о ком бы вы думали пойдет речь. Роман Широков летом 20-го года, будучи членом команды Матч ТВ на любительском турнире, напал на судью прямо во время игры. Бывшего капитана сборной России не устроило решение арбитра, который не назначил пенальти в пользу его команды. Он сперва обматерил молодого судью, а затем, когда тот потянулся за красной карточкой, нанес ему пару прицельных ударов, а затем еще и добил ногой на земле. Спустя полгода суд Московского района Сокольники признал Широкова виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и приговорил к обязательным работам на срок в 100 часов и штрафу в размере 100 тысяч рублей. После оглашения приговора Роман был в прекрасном расположении духа и он сообщил журналистам, что выставит на аукцион бутсы, в которых он добивал того самого арбитра Никиту Данченкова. Ну, о каком-то чувстве вины даже и говорить, наверное, не приходится. И вот, получается, с тех пор минуло полтора года, в ходе которых Широков устроился в футбольный клуб Строгино, где он занимает должность начальника команды 2008 года рождения, где играет его сын Игорь. Так вот, по завершении матча первенства Москвы между Строгино и Родиной, который завершился поражением команды Широкова, он вышел на поле и, будучи в довольно разгоряченном состоянии, проводил до подтрибунного помещения бригаду арбитров этой игры, что-то экспрессивно им объясняя. И попутив под трибунку, он получил красную карточку, что еще больше его разгорячило, и вне камер он продолжил высказывать арбитрам недовольство. И согласно данным судейского рапорта, Широков даже прибегал к угрозам физической расправы. И судя по информации телеграм-канала Алло Реф, благодаря которому во многом эту историю и не замяли, как обычно, это уже не первый подобный инцидент с участием Широкова за эти полтора года с момента суда. Он регулярно присутствует на матчах детских команд Строгино и ведет себя так экспрессивно и агрессивно в отношении судей и команд соперников. Сейчас это дело передано в Комитет по безопасности и этике РФС, и в числе возможных санкций значится даже пожизненное отстранение от любой футбольной деятельности на территории Москвы. И в общем-то, так же, как и в случае с тем избиением судьи, Широков как будто бы и не видит ничего предрассудительного в своих действиях. Да, он подтверждает, что был в подтрибунке с судьями, и похоже, его не особо-то и волнует перспектива пожизненного отстранения. Но главное, чтобы это дело не замяли и довели его до конца. Не умеешь себя контролировать или же просто изначально ставишь себя выше других? Так сиди дома вообще, вне общества. Таких людей точно от футбола надо ограничивать, и уж тем более от детского футбола. Лихо закручивается история воронежского факела, которому предстоит серьезно потрудиться в ближайший месяц, поскольку вице-чемпион ФНЛ до сих пор не получил полноценную лицензию для выступления в премьер-лиге на будущий сезон. Дело в том, что комиссия РФС выявила несоответствие домашнего стадиона факела требованием РПЛ. Так что пока что клубу выдана лишь временная лицензия, действующая до 6 июля. И в этот срок должны быть устранены все недочеты. Забавно, что недоумение по такой возможности все исправить выразили в самой РПЛ. И сейчас многие сравнивают это с прошлогодней историей с невыдачей лицензии Оренбургу. Но на деле это совершенно разные ситуации. В Воронеже имеют место быть какие-то отдельные нюансы и детали, как например непроходящая по классу освещения система света, турникеты для входа, LED-панели для рекламы, светодиодное табло. То есть вполне себе решаемые моменты. У Оренбурга же был глобальный затык с вместимостью, решить который было очень сложно. Так что малость приунывшим болельщикам факела точно не стоит расстраиваться. За месяц все эти нюансы можно привести к необходимому виду и не испортить этот праздник, которого в городе ждали долгие 20 лет. Но при всем при этом за все этой ситуации пристально следят в Уфе, где местный клуб в рамках каких-то устных договоренностей дал свое согласие заменить факел в премьер-лиге, если воронежцам не удастся устранить все необходимые детали в этот месячный срок. Забавно только то, что в Уфе-то уже и команды по сути не осталось. Клуб уже расстался с 10 футболистами. На прошедшей неделе в футбольном мире вернулся футбол сборных команд. 1 июня на стадионе Уэмбли в Лондоне состоялся новый турнир, причем всего лишь из одного матча. Финалиссимо, в которой встречаются чемпион Европы и обладатель Кубка Америки. И в дебютном розыгрыше этого нового незамысловатого турнира уверенную победу со счетом 3-0 одержала сборная Аргентины. В Европе вчера завершился стыковой турнир за последнюю путевку на чемпионат мира в Катар. В перенесенной финальной игре второй стыковой сетки встречались Уэльс и Украина. И судьбу этого матча решил автогол Андрея Ермоленко в первом тайме. Капитан украинцев срезал мяч в свои ворота после подачи со штрафного в исполнении капитана валийцев Гаррета Бейла. И для Уэльса это всего лишь вторая в истории страны путевка на чемпионат мира по футболу. В последний раз валийцы участвовали в турнире в далеком 1958 году. Также на прошедшей неделе стартовала очередная Лига наций, где за два тура произошло сразу несколько запоминающихся событий. В том числе и сенсации. Англичане проиграли венграм, а французы дома влетели датчанам. Сборная Чехии сыграла в ничью с Испанией благодаря голу нападающего локомотива Яна Кухты. Причем его мяч вообще имел хорошие шансы стать победным. Но испанцы сравняли счет уже после 90-й минуты. Кроме того, в этом матче был обновлен рекорд. Полузащитник Барсы Габи, сравнявший счет в первом тайме, стал самым молодым испанцем, забивавшим за сборную. Его возраст на момент этой игры 17 лет и 304 дня. Также из наших ребят отличился Спиртсян, чей мощный удар из-за штрафной стал победным для сборной Армении в игре против ирландцев. Дубль в матче против Швейцарии оформил Криштиану, который продолжает наращивать свой рекорд по количеству голов за сборную. Теперь у него 117 забитых мячей за Португалию. Второе место занимает бывший футболист сборной Ирана Али Дайе, на счету которого 109 забитых голов. Забавно, что буквально в параллельном товарищеском матче еще более впечатляющим концертом разразился некогда главный соперник Криштиану. Лео Месси в игре против Эстонии во второй раз в своей карьере и впервые в матче за сборную забил пять мячей. Предыдущий пентатрик состоялся в 2012-м, в матче Лиги Чемпионов против Байера, которого будущий победитель того турнира разгромил со счетом 7-1. И Месси, в свою очередь, после этих выходных вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров сборных команд, обогнав Ференца Пушкаша. На его счету теперь 86 голов в 162 матчах. Ну и в концовочке буквально одной строкой про еще несколько значимых и интересных инфоповодов. Экс-наставник Краснодара Даниэль Фарке, которому, к сожалению, не суждено было провести во главе быков ни одного официального матча, нашел себе новую работу. 45-летний специалист возглавил Мюнхенгладбахскую Боруссию. Джегош Крыховик, судя по всему, возвращается в Краснодар. По данным нескольких источников, поляк не смог найти подходящие варианты в Европе, где была бы сопоставимая зарплата. Так что он намерен отрабатывать свой контракт с быками. Правда, вопрос в том, потянет ли клуб его зарплату, да и в целом, нужен ли он будет Краснодару. Очередная грустная история из подземелья российского футбола. Махачкалинский Анжи не смог получить лицензию на будущий сезон, и клуб в своем нынешнем профессиональном статусе прекращает свое существование. Причина банальна и проста. Накопившиеся задолженности по различным направлениям и отказ от дальнейшего сотрудничества сразу нескольких генеральных партнеров. Экс-воротарь сборной России Юрий Ладыгин продолжает свое путешествие по Греции. В пятницу он подписал двухлетний контракт с Панатинайкосом. После неудачного возвращения в РПЛ весной 2020 года, Ладыгин снова уехал в Грецию и полтора года отыграл в середняке чемпионата клубе ПАС. И в прошедшем сезоне 32-летнего кипера ожидал самый настоящий ренессанс. Его команда была в числе лучших клубов по пропущенным мячам и он набрал аж 14 сухих матчей. И как итог уход на повышение в Панатинайкос. Система фанайди шагает по стране. Вступившую в силу с 1 июня карту болельщика можно будет оформить на сайте Госуслуг с 4 июля. На этом на сегодня все. Спасибо вам за уделенное время. Обязательно делитесь своим мнением в комментариях под роликом и подписывайтесь на канал. Увидимся через неделю. Всем пока!